всем здравствуйте кто смотрит записи можете смотреть чуть ускорен и там 125 или если получается можете 1 и 5 смотреть хочу спросить сразу в чате кто первый раз кто не был на на ретритах наших и на благотворительном ретрите целостность тоже не было напишите пожалуйста там плюсики в чате чтобы понимать поле насколько у нас новое так ну вижу что часть часть не было крайней мере пока на данный момент в зуме это 3 где-то примерно значит как я вижу что мы будем марафон у нас марафон будет идти я очень рад что прошлый эфир ира провела право живое не живое живые деньги вот я вижу что он такой отклик прям хороший нашел в поле это много просмотров даже в ю тубе свободном доступе вот поэтому я думаю что будем идти двумя такими линиями то есть одна линия вот это то что ира через иру идет проявление живого живого реализация живого реализация в том что и название марафона живые деньги и в в некой степени для нас это тоже в этой точнее сказать в этой степени это для нас тоже исследование в контексте живые деньги что это такое вообще живые деньги как мы можем оживить деньги потому что но это пока просто бумажки вот это один то есть такая линия это как через ира она будет время от времени проводить эфиры и вторая линия это очистка от завалов то есть очистка от ограничений программ видимых которые вы увидели и озвучили уже в чате в виде списка того что мешает быть жить в благосостоянии в финансовом достатке вообще достатке и также невидимым тот который еще не проявились может быть это скрытые подсознание или в родовых каких-то программах коллективных программах вот и вот эту тему по очистке все-таки будем я почему спросил про ретрит потому что ну на данный момент всяком случае то что через меня идет вот этот инструмент ретрита он самый эффективный и опробованный то есть опробованный уже там в течение отработаны в течение 10 лет и ну как бы этот как как метод он работает очень мощно и многоуровнево поэтому я буду его использовать то сейчас опять мы будем ходить как при 3 там по информации вот и сегодня же пройдемся по уровням скажем так психики я там возьму почитаю некоторые вот эти ограничения которым что мешает для то есть ограничивает достаток и благополучие и посмотрим на каких уровнях этих программ и вообще лежат вот и постепенно я там есть сегодня такой как экскурс проведу и покажу как с помощью каких инструментов мы будем с какого уровня эти программы убирать постепенно очищать то есть по факту а давайте так еще сейчас напишите пожалуйста и кто в записи смотрит тоже давайте первое сформировали вы четкое намерение на этот марафон если если у вас ясное намерение на этот марафон и тут рекомендация такая в намерении еще раз не озвучивать не то есть не смотреть то что вы не хотите осмотреть то что вы хотите намеренно реализовать если у вас четкое намерение это раз и второе насколько от 1 до 10 вы в этом марафоне готовы и готовы и включены чтобы реализовать свое намерение давайте вот такой еще делаем маленький тест или чтобы да да включится кто еще так чуточку так четкое значит ну например например что касается денег чтобы я мог сейчас что я могу четко хотя это может быть как абстрактное но четко для меня но четко и поэтому это как для вас она четко и жить в изобилии чувство чувство само передает от жить в изобилии все то есть нету там чуть больше денег заработать или какое-то количество допустим жить в изобилие жить полной жизнью можете конечно добавлять там еще что касается не денег вот кто уже не первый раз потому что все равно это будем опять из инструмент ретрита использовать он работает по всем уровням просто акцент будем сейчас на деньги в этом в этом марафоне будем на деньги акцент давать но принципе он работает со всеми сферами жизни вот поэтому можете разное намерение но вот но что касается меня вот я возьму намерение жить в изобилии и расширить 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 свои финансовые финансовые возможности вот мы тут как раз ретритный центр строим вот и сейчас дошли до такого до такого момента что действительно необходимо расширить финансовую возможность вот и с того уровня который сейчас был так и давайте тогда насколько ну то есть понятно что вы осознаете что вы что вы хотите что вы намерены в намерении вот это то что то что вы написали что вам мешает инструмент марафона будет помогать вам врать это поэтому вы туда не акцентируйте внимание что надо побороться с чем-то вы акцентируете внимание на то ну ты можешь прямо сейчас потому что уже мы входим кто записи смотрит тоже рекомендую сделать это сейчас на паузу поставить почувствовать и как бы вам там не верилось потому что там же куча ограничений куча представлений может быть ограничивающих как бы вам не верилось возможность осуществления вашего намерения берите не мелочитесь потому что если вы можете уже это представить вот и это вам резонирует с вами это не просто из журнала глянцевого какой-то какая-то картинка или как у соседа или как-то у кого-то как вот вам прямо резонирует вот если вы можете это представить вам это резонирует значит у вас это есть в грядущем как бы вам не верилось вот у вас в грядущем это есть так мы тут прям 10 10 я смотрю супер-супер очень много планов на жизнь но это не про планы вот это вообще не про планы вот я думаю что у вас альбина у тебя планы многие в этом марафоне они уйдут вот ну те которые просто они там откуда-то прилетели например какие-то они реализованные планы твоих родителей вот или рода вот которая как каким-то образом ты на себя взяла то это должно уйти точно вот потому что опять этого не получишь удовлетворение вот планы все давайте так пока вы еще там кто-то думает про намерение я скажу я помогу одном из видео это уже говорил там про планы когда вы присутствуете в настоящем то и и и смотрите в настоящее то в настоящем кроме здесь и сейчас этого момента также находится было и грядущие не прошлое и будущее которое мы субъективно воспринимаем из своего субъективного восприятия то есть как 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 не ну как интерпретация интерпретация настоящего в своем субъективном восприятии как то что было и то что грядет и то что будет чем чем вы расширяетесь вы больше в своем восприятии чем чем больше расширяется ваше сознание тему больше появляется возможность не просто планировать видеть грядущие видеть грядущие то что грядет и тогда вам не надо реализовывать план не которые вас голове а вы реализовываете то что то есть фактически вы просто помните там был эфир про ответственность вы просто чувствуете отклик и реализовываете его и вы реализовываете то что грядет и вы посмотрите ваши намерения те которые вы озвучили они из вашего грядущего вот или из вашего представления чувствуйте это вот как резонанс на резонансе внутри этого то что грядет то что вам резонирует вот или это то что представление просто картинка как расширить сознание обучение новому или мы в марафоне расширим наталья ну будет уже но возможно вариантов очень много вот от разных практик духовных и и психоделиков до просто естественное расширение потому что расширение кстати происходит естественно с со временем вот если вы посмотрите кроме 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 всего еще расширение со временем происходит если вы попробуете так немного вспомнить свое восприятие в детстве потом в юности и сейчас вы Вы можете увидеть, что расширение заметно произошло. У меня есть одно из воспоминаний о младенчестве. Это Дагодик. Маленький такой, просто он был яркий фрагмент. Я помню, восприятие было до двух метров примерно. Ну, то есть даже уже там немного было... Папа там в двух метрах расплывчатый был такой немного. То есть я его так прямо чётко не помню. А сейчас мы уже, смотрите, как воспринимаем. Так, хорошо. Возможно, тренинг идут, идей много создать, сотворить. Смотри, много может быть много. Пусть этот марафон, Альбина, тебе поможет. Из этих множества идей, которые у тебя есть. Почувствовать твои истины и на них сконцентрироваться. И начать действовать. Начать действовать, реализовывая твои истинные идеи и намерения. Хорошо. Значит, вижу, что там у многих, если не у всех, 10 из 10. Друзья, кто только подключился, ну, пересмотрите начало, потому что там в начале тоже добавлено. Хорошо. Теперь, кто был на ретрите целостность на живом или на онлайне, для вас, может быть, это будет повтор, вот, но я буду тут давать сейчас отсылки к нашей теме про финансы и про те ограничения, которые в чате вы уже озвучивали. Я, конечно, там их множество, я рад, что вы так пошли в эту тему. Вот, все их не смогу сейчас, скорее всего, в течение этого марафона, этого эфира озвучить, но, тем не менее, пройдемся так, чтобы понимать. Значит, что у нас есть на данный момент? Из тех видео, которые уже есть, до того, как сейчас начнем исследовать измерение психики, о чем мы проговорили? Мы проговорили о том, что ответственность есть, что ответственность – это не долг, не обязанность, не надо, не ответственность за других ложная, не вина и не наказание или какие-то другие формы. Вот, и если у вас ответственность вызывает какую-то тяжесть, то это ложная ответственность, то есть это как раз это. А истинная ответственность – это способность идти за откликом. Способность идти за откликом. И если не были, вы с этого момента начали смотреть этот марафон, то пересмотрите, он там в хронологии есть, в чате, про ответственность. Значит, и теперь почувствуйте, если вы в каждый момент времени сможете делать то, что вы чувствуете, как вы будете себя чувствовать? Для всех вопросов. Если вы в каждом моменте будете иметь способность делать так, как ты чувствуешь? Будете чувствовать удовлетворение? Будете чувствовать удовлетворение? А теперь давайте это разложим на всю свою жизнь. Если вы в каждом моменте времени, в течение своей жизни, грядущей, сколько бы там ни было, будете делать то, что вы чувствуете. Как такая жизнь? Просто уловите, может, туда не смотрели просто до этого. Все время были как из над, да, из представлений, ну и так далее. Не смотрели в то, что вообще это возможно, что вы можете делать в каждый момент то, что вы чувствуете. Это и есть ответственность. И жизнь в кайфе. Ну, даже кайф – это не совсем то слово. Потому что кайф – это, знаете, там, как привязаться немного к кайфушкам. Вот. Это просто счастливая жизнь, полная, наполненная. Вот. И в такой жизни, когда вы в каждый момент делаете то, что вы чувствуете, у вас могут быть сожаления о чем-то, что вы не сделали. Вы же понимаете, в чем основное несчастье, когда мы в старости чувствуем себя несчастными. На чем оно накапливается? Нереализации. Нереализации того, что мы уже могли реализоваться. И сожаления о том, что мы не сделали то, что могли сделать, и уже не сделаем. Так или нет? Понимаете о чем? Поэтому ответственность – это наша сейчас ответственность. Вернуть себе ответственность. Способность в каждом моменте времени делать то, что мы чувствуем. Ну вот, в старости груст невоплощенного. Если вы в каждый момент, почувствовали в моменте, я такой банальный пример приведу. Сказать кому-то, я тебя люблю, своей маме там, или кому-то еще. Вот. То отклик действия сразу сделали, а не сожалеете потом, что не успели сказать. Там не сказали, там не сказали. Вот и так далее. Если не получается сказать, там, из-за каких-то детских обид, или какой-то, не знаю, какого-то эго, там, или гордыни, или еще чего-то. Или у меня нет времени, я завтра расскажу. Вот. То необходимо остановиться и перевести свою систему в соответствии с тем, что я чувствую. И сделать то, что я чувствую. Вот. Это я такой пример простой привел. Там сказать кому отклик почувствовали, сказать кому то, что вы любите. Вот. А это касается всего. И есть такой фильм, я не помню, говорил или нет, в этом уже марафоне. Ванда Вижн. Это, ну, даже не фильм, это сериал Марвела. Вот. И я, когда начал эту тему рассказывать про ответственность, и то, что она, только ответственность может вывести вас из иллюзии, в котором, а есть Бог, сотворяющий на земле, не Бог, а раб, которого одна только цель, как выжить. Как выжить здесь. Вот. Как выйти из этой иллюзии? Это ответственность. И там метафора такая, чем она мне показала в этом сериале. Что два супергероя, вот, а есть Бог, сотворяющий на земле, пожалуйста, метафору можно взять, сотворяющие на земле, оказались в черно-белом кино 60-х или 50-х годов в черно-белое кино и забыли, кто они. Ну, это же, в принципе, про это же. Забыли, что этот мир вообще творится нашим вниманием. Вот. И, ну, и как раз это тоже про нас, что и они не знают другой жизни, чем ту, которую знают. То есть мы там, когда говорим, выходим из иллюзии, выходим из иллюзии. Вот тут одно из загвоздок – это то, что мы не знаем другой жизни, чем ту, которую знаем. Куда выходить? Куда выходить, если я не знаю другой жизни, чем ту, которую знаю. Мои родственники, мои близкие, там такая система здесь, вот, и так далее. И все, что вот это, все наборы этих программ, которые вы описывали. Вот куда выходить? Вот и вывести нас может из иллюзии, из той жизни, которую мы знаем, но другой не знаем. Может, ответственность. Я бы сказал, я бы сказал, даже тут категорично так, только ответственность. Ничего другое не выведет. Кино не выведет. Мечты не выведет. Планы не выведут. Вывести может только ответственность, которая приходит из истинного, и она приходит всегда в моменте. Отклик. Отклик раз. Ну, пример тоже банальный, например. Там, вы на какую-то встречу идете, а рядом с вами, там, не знаю, по дороге встречаете бабушку, которая через дорогу переходит. А вы, допустим, уже так немного на встречу задерживаетесь. На какую-то влажную. Там, у вас вот проект вашей жизни на этой встрече реализовывается. И тут бабушка какая-то переходит дорогу. И у вас отклик. Ну, там же у вас встреча, вас там ждут. Вот этот бабушку надо переводить. Вот, то есть не надо переводить, а отклик бабушку переводить. Надо, убираем. Так, ответственность в чем? Идти дальше на встречу или вот этот отклик реализовать, который вы сейчас почувствовали? Вот я такой, как нелогичный немного пример и утрированный, но тем не менее. Вот, чтобы ловить. Что вот это вот идти навстречу, вот это та жизнь, которую вы знаете. А бабушка, которая тут вдруг встретилась с вами, или неважно кто, там, не знаю, там, ребенок или что-то еще. Вот. И вы словили отклик. Это именно тот маячок, который вдруг из неизвестного у вас появляется. Появляется у вас из неизвестного, и ваше истинное знает. Поэтому вот этот отклик переходит. Вот. Это может быть нелогичное действие. Раз вы сделали бабушку, перейли, потом посмотрели с другой стороны улицу на всю эту ситуацию. Понимаете? И вообще, может быть, там кого-то встретили. Может быть, увидели вообще эту ситуацию, куда вы идете по-другому. Вот. Или какой-то следующий отклик там почувствовали, словили, и его начали реализовывать. Вот. И так. Вот Ванда Вижн тоже, они потом постепенно, так как показали в фильме, в этой иллюзии, в созданной иллюзии, там прямо так и говорится, начали видеть знаки и потихонечку по знакам подозревать сначала, что это нереальное. Вот. И потом по знакам постепенно, по отклику выходить из этой иллюзии. Вот. Поэтому вывести вас из жизни, которая вас не устраивает, может только ответственность. То есть ваша способность идти за откликом. В каждом моменте действует, делает то, что вы чувствуете. Вот. И это одна из задач этого марафона, привести свою систему в соответствии с тем, что я чувствую. Но не у всех же отклик бабушку переводить. Да, это был пример. Это был пример. Бабушки тут нет. Это был пример. Это пример, что у вас может быть план один. Вот, Альбина, у тебя там куча идей. Ты говоришь, что много идей, много планов. Вот. Но отклик может быть в моменте вести истинный. Истинный не всегда по плану. Вот. И вот способность идти по отклику покажет, где твои планы истинные, где нестинные в том числе. Хорошо, с этим мы разобрались. С ответственностью будем все время про нее вспоминать. И я вам рекомендую практиковать ответственность. Прям буквально сегодня у нас воскресенье. Сегодня, ну, кто там смотрит записи в другой день, значит, в другой день. Воскресенье. Ну, надеюсь, у вас сегодня работы нет. Соответственно, практикуйте сегодня ответственность. Делайте только то, что чувствуете. И не делайте на то, что у вас нет отклика. Вот прямо проведите сегодня так день. Вот это, ну, очень, очень мощно. Не делайте, даже если у вас планы какие-то были, а у вас отклика нету, вот внутреннего, не делайте. Делайте по отклику и посмотрите, как ваш день пройдет. Хорошо, значит, сейчас пойдем в исследование психики. Кто первый раз, пожалуйста, включайтесь с камерами, потому что тут я вижу, что с камерой в основном те, кто уже были на ретрите, чтобы я с вами мог в интерактиве быть. Значит, сейчас мы будем исследовать психику, дифференцируем уровни психики на 8 уровней. И посмотрим, как мы можем дифференцировать эти уровни в соответствии с различиями внутренних процессов на каждом из этого уровня. И прямо можем увидеть, что чем отличается один уровень от другого. И потом разложить все наши ограничения по этим уровням. То есть посмотреть, как эти ограничения, в каком из уровней это проявляется. Вот и потом, ну я так скажу, какие инструменты мы будем использовать, но уже будем использовать в следующих эфирах. Значит, самый плотный уровень – это физическое тело. Вот я тут начну рисовать. Ну, постепенно будут расширяться эти круги, и поэтому сейчас, может быть, видно мелко. Если у кого-то, кто смотрит на компьютере, чтобы вам было более крупно, в правом верхнем углу есть кнопочка такая, пиктограммка «Вид». Вот нажмите «Вид» и «Докладчик», кнопочку «Докладчик». И тогда я на большом экране буду, вам будет виднее. Значит, первый уровень – это физическое тело, материальное тело. Вот это вот материя. То есть такая же материя, как экран вашего компьютера или смартфона, на который вы сейчас смотрите. То есть это физическое тело каждого из нас. Вы сейчас… Я тут буду рисовать и как рассказывать теорию, но исследовать мы будем на своей внутренней территории, поэтому внимание внутрь только видите. Значит, физическое тело состоит из тех же элементарных частиц, как и все остальные физические тела, как и ваш компьютер, смартфон, стул, на котором вы сидите, комната, в которой вы находитесь. Те же молекулы, атомы, как и во всех других физических объектах. Так или нет, понятно? Физическое тело. То есть это не сам человек, это просто тело материальное. Ну, мы его знаем из школы, что там было биология или… Биология, да? Вот поэтому, в принципе, там для психосоматики вам какие-то подробности могут понадобиться, если захотите, посмотрите. Но, в принципе, вы так более-менее в этом ориентируетесь. И все материальные объекты находятся в разных формах. Наше физическое тело в такой форме. И, значит, есть какая-то более тонкая причина, почему это тело находится в такой форме, еще такое, как живое. Вот мы можем управлять своим сознанием. Вот другие объекты другой формы, там более статичные в какой-то форме. Но это те же молекулы, атомы. Потому что что-то есть такое за этим всем, за этой формой. Что вообще эта форма существует в таком виде. А что касается нашего физического тела, так оно еще вот такие разные возможности нам дает. Держимся дальше. Следующее эфирное тело. Следующий кружочек нарисовал. Вот это тело связано с ощущениями. Связано с нервной системой. И, да, точнее, в этом измерении, в эфирном, его еще называют энергетическим, мы проживаем ощущения. Тепло, холодно, заболело что-то. Ну, разного рода, ну, градации разных ощущений. Ну, это измерение достаточно широко, глубоко исследовалось, исследуется в восточных практиках, там, в Индии, в Китае. Вы знаете, там, иглоукалывание, то есть восточную медицину воздействия на точки акупуру, то есть точки пересечения энергетических каналов. Вот это энергетические каналы в этом теле, в эфирном. Их насчитывают там, ну, видящие насчитали примерно, не примерно, а считываются 72 тысячи каналов. То есть точки пересечения этих каналов это точки акупуру, вот в Индии, в йоге и в Китае лечат через воздействие на точки акупунктуры. На вот эти точки разблокируя эфирное тело, и, соответственно, материальное тело тоже поступает туда энергией, оно выздоравливает. Если вы слышали такое понятие, как прана, прана тоже относится к этому измерению. Давайте почувствуем это не просто теория, а почувствуем. Почувствуйте ощущение тела сейчас, ощущение. И почувствуйте поверхность вашего тела. Как вы чувствуете? Непосредственно на поверхности кожи или немного шире? Или уже у кого? Кто может замерз? Но если у вас тепло в помещении или там, где вы находитесь, то вам это даже легче. Шире. Насколько шире примерно? Можете показать. Ну, вот Артем показал там порядка 10 сантиметров. Ощущение, ощущение, Наташ. Шире где-то на 0,5 метров. 50 сантиметров. Ну, это круто. 20-50 сантиметров. Наташ, ты можешь вспомнить в бане себя? Была? Вот как там ощущается? Ну, в среднем обычно, ну вот, на сколько примерно? Вот это ощущение. 10-20. Супер. Значит, ну, в среднем, в среднем так вот, в обычном состоянии, в средней температуре, такой комнатной, вот обычно там говорят примерно ощущение там около 5 сантиметров. Ну, я так понимаю, у некоторых, у которых экстрасенсорная способность, они могут там и 2-3 метра, ну, полметра или 2-3, но это уже, это не среднее, ну, не среднее такие ощущения, все-таки больше, в среднем там 5, где-то 5-10 сантиметров. Ну, это так, до этого момента, может, сейчас больше чувствительности больше будет. Хорошо. Значит, что получается? Что получается, что это не само материальное тело. То есть, мы можем уже сейчас почувствовать, что это шире, значит, это за пределами материального тела, ощущения. Вот сейчас я другой еще пример приведу, чтобы вы могли дифференцировать, что это ощущение, хотя у нас отразделение такое произошло, что мы так обычно говорим, что я чувствую физическое ощущение. Знакомо вам такое? Я чувствую ощущение физическое, но эта фраза, она сама по себе, ну, не соответствует действительности. Мы физическое ощущение не чувствуем, мы чувствуем эфирные ощущения. И для примера такое, была ли у вас когда-то ситуация, ну, это эритрический вопрос, конечно, было, где вы попадали в какие-то события, или там какие-то с людьми, какие-то у вас были, там, может быть, конфликтные ситуации, где никто вас физически не трогал, но вы чувствовали болезненные какие-то ощущения, или ощущения вообще в теле какие-то, в связи с ситуацией. Ну, там, в груди заболело, там, зажало что-то, да, то есть, что это значит? Это значит, что эти ощущения, то есть, вы с ситуацией были, вас физически никто не тыкал пальцем там, или кулаком, или чем-то еще, вот, но у вас появлялись ощущения, так эти ощущения были физические, или нет. Ну, вот, вот, вот дифференцировать и оторвать вот эту связь внутри себя, что это только физические ощущения, что это просто ощущения, они могут идти как от физического тела, они также могут идти с других уровней психики. Есть, да? Ну, потом, когда все остальные уровни дифференцируются, вы увидите, для чего это, вот, для того, чтобы вот не склеивались у вас эти уровни, вы могли с ними по отдельности работать. Понятно, да? Вот, то есть, могли с каждым уровнем работать по отдельности. Еще раз вопрос, я просто не не увидел всех там. Понятно, что ощущения не только от физического тела приходят. Давайте, знаете, что есть? У нас есть вот такие реакции. я просто, когда не вижу ваших, вот, я тогда пытаюсь следующую метафору какую-то, следующий пример какой-то привести. Вот, если вот такая вот реакция, вот, или просто вот так можете показать. Вот, я тогда понимаю, что все, мы в целом поняли, я движусь тогда быстрее. Хорошо. Хорошо. Все, разобрались с физическим телом. во всяком случае, сейчас пока на данный момент, я думаю, что этого достаточно. Движемся дальше. Вот, да, и что тут в этом физическом теле, в эфирном теле, точнее? тут, кроме ощущений, там, болезненных, тепло, холодно, приятно, там, и так далее, также наши в связи с оценкой эти ощущения у нас делятся на комфортное и дискомфортное. Вот, и вот эта зона дискомфорта, о которой вы знаете, выходите из зоны дискомфорта, там, и так далее, вот, это касается вот этого эфирного тела. То есть, для того, чтобы разобраться с комфортом и дискомфортом в своей жизни, с этой зоной комфорта-дискомфорта, необходимо будет работать с эфирным телом. Вот, как работать, уже дальше будет информация. Хорошо, движемся дальше. Следующее тело астральное. Вот, и можно было его назвать эмоциональными, вот, так и называют иногда. И это тело связанное с эмоциями. Сейчас про астральное там разные сознание там или сущности не будем об этом. Вот это астральное измерение, которое, в котором мы проживаем эмоции. И давайте почувствуем это измерение. Оно тоньше, чем ощущение. Это эмоциональное. Давайте для того, чтобы почувствовать, примерно почувствуем, в каких границах мы чувствуем эмоцию. Ну, вспомните какую-то раздражающую для себя триггерную ситуацию. Почувствуйте там, почувствуйте агрессию, раздражение, злость. У меня эррор физика, потом ощущение, потом эмоция. Это открытие для меня сейчас. У меня сразу эмоция на физике. эмоции сразу на физике. Сейчас, ну, наша задача сейчас что сделать? Дифференцировать, то есть увидеть, что это разное измерение. Ощущение и молекулы это разное измерение? И материя. Да. Теперь эмоции. Почему они были, Наташа написала, что эмоции на физике? Мы потом еще будем разбирать, потому что вас в детстве учили эмоции проживать, осознавать и свободно проживать? Не учили. Соответственно, а чему вы учились у родителей или учителей вообще у взрослых? Как контролировать, подавлять эмоции? Так или нет? Так? Ну, до какого-то возраста нет, понятное дело. У нас сейчас любая там один год, она кроме эмоций не может никак по-другому с нами общаться, поэтому ничего тут не скажешь, да? Вот. Но потом уже, когда уже речь появляется, уже там можно, ну, в основном тенденция была такая, чтобы контролировать, подавлять и игнорировать, ну, и так далее. И, соответственно, когда вы эмоции контролируете или подавляете эмоцию, вот, вы это ощущаете в эфирном теле, вы в ощущении ощущаете, не в физическом ощущении, дальше, не в физическом теле, а в эфирном, вот, и дальше, когда вы уже в эфирном теле там подавляете, вот, тогда это уже на физику переходит, там, потому что там энергия прекращает двигаться в том месте, где, где у вас блок. Хорошо, возвращаемся, давайте вспоминаем ситуацию, которая вызывает активные эмоции такие, типа агрессия, раздражение, злость. и почувствуйте, какой примерно объем занимает эмоции, то есть вот это поле эмоций, примерно объем, какой диаметр, какое расстояние от физического тела. по ощущениям накрывает словно волной огромной, если продлость метр, Рыгарита пишет, я агрессию ощущаю в теле, но это подавленная, из-за того, что она подавленная. Сейчас я с другой стороны пример приведу и вы увидите. Пять метров и больше, несколько метров, ну, в среднем, обычно говорится, что это примерно в объеме комнаты, вот, 4-5 метров, вот, 4-5 метров или в объеме комнаты, ну, то, чтобы помещение строим определенного размера, я думаю, под астральное тело, то есть у меня такое есть гипотеза, вот, что, ну, чтобы это было комфортно и удобно для астрального тела. давайте с другой стороны зайдем, сейчас посмотрим на этот пример. Бывало ли у вас такое, что вы заходили в какое-то помещение или в какое-то пространство и вы чувствовали эмоциональную атмосферу этого места? Не видя контекста, не видя, что там происходит, какие, что там за действия были или есть. Да, всегда, да, последние годы все сильнее и сильнее, да, 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 вот, то есть вы не знаете, что там, у вас никто ничего не говорит, какие там эмоции, чувствуете. Вот, так вот, это чувствование вы чувствуете астральным телом своим. и сейчас вы можете почувствовать, что это не, ну, понятно, это не материальное тело, и это не ощущение тепло, холодно, вот, заболело, закололо или что-либо еще. Это чувствование другого, уже более тонкого уровня эмоциональной эмоции, эмоциональной атмосферы. и, ну, вы можете тут тоже по вот этой, сейчас по этому примеру тоже примерно почувствовать примерно на каком расстоянии у вас это чувствование, вы начинаете чувствовать, когда вот входите в помещение или, ну, в какое-то пространство. Нет, комфорт, дискомфорт, это все-таки это ощущение, это ощущение, это эфирное тело. Здесь больше, давайте такой пример, например, заходите в какое-то пространство и чувствуете там радостную атмосферу, вот, или какую-то атмосферу страха, вот, или атмосферу агрессии, злости и такое что-то, или атмосферу грусти, скорби, там, такого плана. Не про комфорт, дискомфорт, а именно про эмоции. Знакомо? вот, вот, так, чтобы сейчас дифференцировать в своем восприятии, вот, и в том числе дифференцировать, что астральное тело, тело эмоций, это не ощущение. Есть, да? Всем понятно? комфорт, дискомфорт уже как следствие потом. Ну, вот, написали 3-5 метров, понятно, супер, хорошо. Движемся дальше. Кто сейчас смотрит там записи и первый раз этой информацией сталкиваетесь, вот, вот, инструмент, он опробован уже, ну, мной это 10 лет, до меня там, это, ну, других, скажем так, проектах его используют. Этот инструмент дифференциации, он основан на знание про тонкие тела из йоги, которым там уже больше тысяч лет. И сейчас вот эта информация, она интегрируется в психологию, мы это знаем с пирамидой Маслоу, вот, она там, правда, в пяти уровнях, вот, там новую, другую пирамиду, не помню, как ее называют, в семи уровнях, в НЛП ее используют, она полностью соответствует, то есть, это психология, вот, но она полностью соответствует измерениям, которые в йоге уже известны издавна, вот, поэтому сейчас, разбираясь в этом инструменте, вы фактически учитесь осознавать свой аватар, т.е. осознавать, а есть бог, создающий на земле, вот, и осознавать, через что это реализация из духа происходит, вот, через какие уровни, вот, соответственно, вот, для того, чтобы реализовываться максимально эффективно, я скажу, что знания уровня психики и вообще психологии, психологии, как психология, логику психики, вот, это не просто знания для избранных, на данный момент это необходимость такая же, как читать и писать, считать и так далее, вот, и если там сто лет назад это было что-то там не для всех, тоже считать, писать, или там двести лет назад, вот, то сейчас тоже как будто бы не для всех, но это для всех, если мы хотим проявиться из-за своего истинного и разбираться и реализовываться в социуме, в роду на полную, вот, ну, сейчас может быть немножко оно так, кто с записи смотрит теоретически, но вы дальше, мы сейчас дальше пойдем в такие уровни, которые вы там не были, возможно, вот, это будет для вас новое, хорошо, следующее измерение, ментальное, ментал, тело мыслей и образов, я сейчас тут напишу, кстати, вот тут ощущения, эмоции, мысли и образы, давайте это измерение происследуем, происследуем, ментальное, для этого, это не ощущения, это не эмоции, это мысли и образы, давайте представим какой-нибудь, не знаю, как будете отмечать Новый год или путешествие какое-то, грядущее, которое вы планируете, и представьте этот план, представьте эту поездку, и почувствуйте, какой объем, примерно, занимает ваше ментальное измерение, тело мыслей и образов, воображение, ну, воображение, воображение, астральное тело, мы смогли почувствовать, что 3-5 метров, то есть это не только воображение, это некий объем, то есть это как матрешка, кстати, матрешка, это русская игрушка, она, ну, во всяком случае, мне попалось в Википедии, что это игрушка, которая сто чем-то лет придумана назад, вот, на основании какой-то японской, японской, другой какой-то тоже, это похоже игрушки, вот, то есть это не очень старая, как бы, не сильно традиционная, то есть это привнести на, хотя, может, и было такое раньше тоже, а так написано, страх воображения, так, отпускаем страхи, до момента, что можно представить, ну, безгранично, хорошо, сейчас давайте на этом, мы сейчас пока возьмем как основание, как безгранично, но давайте мы почувствуем границы, я вам сейчас покажу, где границы ментального измерения, представьте, четырехмерный объект, представили, представили, ну, там шар, например, трехмерный, вы знаете, там куб трехмерный, это четырехмерный, можете представить, нет, не можем представить, не можем, не можем, вот, потому что это как раз тут явная, явная, скажем так, граница наше ментального тела, то есть мы можем им представлять трехмерные объекты, вот, но если объект четырехмерный, мы его не можем увидеть, мы его даже не только представить не можем, мы его увидеть не можем, то есть он, нашим ментальным восприятием, не, квадраты это двухмерные, кубы это трехмерные, четырехмерные, кубы это там, по-моему, как он, диссеракт, или как, как его, там, ну, в интернете есть некие такие, но оно все равно, все равно непредставимо, мы не можем его представить как куб в таком виде, хорошо, то есть что, ограничено, ментальное тело ограничено трехмерным восприятием, поэтому все, что за пределами трехмерного, трехизмерения, мы не можем представить, не представить, не увидеть, но это есть, хорошо, значит, это уловили это, эту границу, границы наших представлений, трехмерное восприятие, все, это то, что, ну, многие из вас слышали, что сейчас мы в переходе находимся из 3D в 5D, там, или из трехмерного, многомерное восприятие, вот, из-за этого трехмерного, мы из ментала фактически выходим, вот, из кино, в котором, вот, мы в ментале, как вот Ванда Вижн, в этом фильме, то есть оказались в фильме, вот, и я не знаю другой жизни, чем ту, которую знаем, а знаем мы эту жизнь, вот, по своим представлениям, которые туда загружены, из детства, поэтому мы как в ловушке в этих представлениях были, мы не знаем другой жизни, вот, но выходя за пределы этого измерения, мы тогда можем увидеть, что, что это просто было кино, что это было просто представление, сейчас вам, мы пройдем по экскурсии, потом я вам покажу еще, хорошо, мысли обрали, ну, в принципе, пока, пока достаточно, для этого уровня, потом, потом будем еще возвращаться к этому, движемся дальше в расширение, следующее измерение, каузальное, еще его называют, кармическое, еще называют, событийное, потому что, это измерение, в котором происходит событие, то есть, это было еще все, скажем так, виртуально, это виртуальный уровень, ну, или даже не совсем виртуальный, в общем, следующий уровень, каузальный, это там, где происходят события, действия, это так интересно, события, со-бытие, совместное бытие, то есть, встретиться мы можем, только начиная с этого уровня, это я, только что писал, и обратил на это внимание, то есть, встретиться по-настоящему, мы можем, только начиная с этого уровня, сейчас я покажу, давайте его попробуем, ну, не попробуем, а почувствуем это измерение, для этого почувствуйте ощущение я, это тонкое чувство, которое чувствуете, когда вас называют по имени, прям сделайте, если кто не первый раз, уже это, все равно сделайте, сейчас необходимо внимательно, включитесь, я почему рекомендую вам включать видео, для того, чтобы у вас не было такого ложного представления, что вы прослушали и поняли, о чем тут речь, а на самом деле, параллельно занимались с другими делами, и пролетела там большая часть просто мимо, вот, особенно вот сейчас с этого момента, рекомендую вам включиться, потому что тут, ну, для многих это то, куда вы не ходили, тонкое ощущение я, по имени, когда вас называют, и покажите, где это субъективно, на трехмерном теле, ну, вот я вижу, Наташа показывает грудь, у кого еще где, тоже грудь, это может быть в другом месте, но, неважно, сейчас, все перемещаем в центре груди, я, я, и теперь найдите, откуда вы наблюдаете, за этим ощущением я, где раскрывается, в этом трехмерном восприятии, наблюдатели, да, вижу, Наташа показывает, где-то над головой, Лена, голова, у кого еще где, субъективно, не третий глаз, над головой, откуда вы наблюдаете, за ощущением я, за всем происходящим, в действительности, сейчас, в области глаз, не раз говорили, у кого-то там, в другом углу комнаты, оттуда, наблюдение происходит, неважно сейчас, чувствуете я, наблюдатель, смотрите, и просто сейчас, будь наблюдателем, вот, вы нашли, где наблюдатели, просто будь наблюдателем, с открытыми глазами, будьте с открытыми глазами, прям, чтобы вы могли, чтобы вы могли осознать, изменение восприятия, которое произошло, когда вы просто наблюдаете сейчас, вот, сейчас вы наблюдаете действительность, вот, это, 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 каузальный план, событийный план, вот, вы сейчас, когда из наблюдателя просто воспринимаете, сейчас вы наблюдаете действительность, вот, действительность, можете еще на дыхание, внимание, направить, чтобы в сам момент дыхания уловить, дыхание может происходить не в действительности, не может вот действительность то есть это там где живая жизнь вот действительность не воображение не мысли образы вот а вот живая жизнь действительность посмотрите как изменилось ваше восприятие если ощущение времени или как она изменилась если мысли мысли есть помашите головы вы же не вентальном измерении сейчас чего у вас мысли будут мать и вы сейчас в действительности вот там где действия действия события действия в действительности воспринимаете мысли здесь есть время ощущение времени но иногда говорят или замедлилась или или его нет в моменте в вечности вот кто-то уже написал эту подсказку сейчас вот будьте наблюдателем действительности и сейчас вопрос на интеграцию это сознание что вы сейчас не в трехмерном восприятии как как это понять что вы сейчас не трехмерно вы можете представить этот момент или подумать про этот момент можете что-то подумать про этот момент про действительность представить действительность можете как тут понять что если вы будете пытаться что-то подумать про этот момент вы не сможете это сделать потому что думать тут медленно вот чтобы вы не подумали это будет про прошедший момент чтобы вы не представили это будет про прошедший момент а действительность можете воспринимать только здесь сейчас напрямую без представлений я вас спросил есть мысли нету мысли представление есть непосредственно восприятие действительности здесь сейчас соответственно скорость восприятия на этом уровне вообще на каждом уровне на вот этом скорость восприятия возрастает на порядок вот и думать в этом измерении медленно то что мы привыкли обычно использовать свое мышление и в нем через него воспринимать то в действительности это медленно так альбина пишет нет ничего но тут не скажи что нет ничего нет ничего в ментале вот а в действительности все есть в действительности здесь все есть и смотрите в чем тут ценность то что ира прошлый эфир когда проводила она говорила живое не живое так вот здесь мы можем прямо осознать сейчас содержите наблюдать из наблюдателя воспринимаете сейчас здесь мы можем прямо осознать где живое где вообще начинается это можете дышать в прошлом или будущем воображение но отдыхание если даже как аналогию затем начнут прямо непосредственно связано с жизнь ты живой живой вы можете жить в прошлом или в будущем в действительности это же только вот здесь и сейчас вот и вот этот осознаю вот это пребывание осознание точнее своего присутствия в моменте и пребывание как бы проживание из момента это это выход из иллюзии пока мы в представлениях это иллюзия вот это непрерывное присутствие в настоящем моменте это и есть выход из иллюзии дальше там конечно еще уровня достаточно мы сейчас еще раз погружается выгружается и неизвестно но когда закончится вообще но это но это первое что это выход из иллюзии это прямо осознание этого момента ярослава спрашивает как удержать момент а я сам слава как отключить иллюзию как это называется измерение это это каузальное событийное причинное называют это кармическое называют это уровень причинно-следственных связей тоже здесь причинно-следственные связи вот или собой тильное или или событийное или каузальное так значит ну и можно сказать действительность как отключать иллюзию ну я тут уже сказал пребывать настоящий момент как удерживать момент давайте сейчас поиследуем просто наблюдайте я и просто наблюдайте и сейчас почувствуйте кто кто пытается удержать момент что вообще пытается что пытается удержать момент если в действительности момент просто есть как его можно удержать то есть этот момент это вообще единственное что есть то есть это то что есть этот момент ну то есть не только этот момент это это измерение но смотрите тут можно так вот чтобы чтобы иллюзию действительности отличить в иллюзии мы называем прошлое и будущее этот момент он он фактически в иллюзии вообще выпадает так или нет то есть мы можем там думать про этот момент но мы не думаем то есть мы думаем не про этот момент в иллюзии мы думаем все равно про прошедший момент или там про воображаемый какой-то момент но не про нас мы не можем думать потому что это невозможно думать про этот момент это очень медленно И в этом измерении, в ментале, прошлое и будущее, а в действительности есть другие, по сути, понятия, слова, которые это обозначает. Это былое, то, что было в действительности. И по аналогии с здесь и сейчас, так как мы не можем про здесь и сейчас, про этот момент ничего подумать или представить, то точно так же мы и былое не можем подумать и представить, потому что оно многомерное. Понятно? Понятно? А былое и грядущее, то, что грядёт, как в действительности, события в действительности, которые грядут. И вот это измерение, оно цельное. Былое, настоящее и грядущее, как одно целое. Но мы о нём не можем сказать и представить, потому что то, что мы представим, это отражение. Как это понять? Давайте аналогию такую приведу. Ну, вы там, когда там в зеркало смотрите и видите отражение комнаты. Комната трёхмерная. Отражение в зеркале двухмерное. Вы смотрите в зеркало и видите, как будто бы комнату. Но вы же не видите комнату. Вы не можете в ней действовать, вы не можете в неё войти, в зеркале. Вы видите отражение. Понятно, да? Но в этом отражении вы как будто бы видите комнату. Но там потеряно измерение. То есть на одно измерение меньше. Так? Понятно? Это аналогия зеркала двухмерного и трёхмерной комнаты. А теперь перенесите это на трёхмерный ум. Ментал. Не ум. Ментал. Трёхмерный. Вот. И четырёхмерную действительность. Что то, что мы видим в своём ментале, это отражение действительности в нашем трёхмерном ментале. Вот. Но мы не можем в этом воображении действовать. И наше субъективное восприятие ментальное в действительности у каждого отличается. Так или нет? То есть это не действительность, то, что мы видим. То, что мы интерпретируем точнее. Это не действительность. Это наше отражение субъективное. Вот. И... Ну, можно в принципе это сказать, что это реально... Ну, как, наверное, можно сказать, что это реальность. То есть это наша субъективная реальность. То, что мы видим. но она не только не только ментальная, конечно но я про реальность, действительность вам еще чуть позже разложу хорошо Наташа пишет, значит, получается просто есть момент, ты в нем переводишь внимание на себя дышишь и замедляешься вот это замедляешься, на самом деле не замедляешься вот сейчас вы, давайте, наблюдатель просто будь наблюдателем тут может быть такое субъективное восприятие, что время или остановилось, или замедлилось но вы-то знаете, что время движется с одной и той же скоростью оно не замедлилось так? в действительности время не замедлилось в субъективном восприятии оно замедлилось, или остановилось но это признак чего? это признак того, что не время замедлилось, а ваше восприятие ускорилось. Скорость вашего восприятия стала больше. И это о чём говорит? Это говорит о том, что это измерение, восприятие из этого измерения на порядок быстрее. Отсюда это не понять. Из ментала это не понять. То есть, да, из ментала это не понять. Но вот по таким признакам вы можете сказать, ага, это не замедление. То, что, Наташа, ты написала, ты бы замедлиться это не замедление. Вот это ускорение восприятия на самом деле. Это больший объём в один и тот же момент времени открывает, вот это то, что ты говорила про расширение. Вот. Расширяется возможность. То есть, вы в один и тот же момент времени способны воспринимать на порядок больше воспринимать информации там входящей, ну, входящей там и визуальной, вот, и любой другой. Так, хорошо. Значит, что тут ещё? События, действия. Ну, такой пример ещё давайте, чтобы тут почувствовать вот это измерение, что оно для вас уже практически эффективнее, если вы осознаете, как переходить в эти измерения более тонкие. Кто на лыжах там катался, знает, как это на скорости ехать. Вот. Или на лыжах, или на машине там, или на мотоцикле кто, или просто быстро передвигаться между людьми где-то в толпе. Ну, давайте возьмём с лыжами, например. Едете на лыжах на большой скорости, перед вами дерево, с какой стороны объезжать? Наташа, слева? А ты на лыжах вообще ездила? Ездила? Ну, а если там забор слева? Понимаете? То есть думать здесь медленно. Если вы привыкли, допустим, у вас в вашем кино, в кино, так уже назовём, да, вот слева всё время объезжают деревья, вот, а в действительности там дерево, вот, то вам для того, чтобы обработать эту информацию, а не в этом случае надо объезжать с правой стороны, требуется время. Но думать в этом измерении медленно. Перед вами уже дерево, вам необходимо объезжать. Вот, но если у вас есть там представление, как это объезжать и как это правильно и неправильно, вам понадобится время для обработки информации. Вот, это уже медленно. Вот, ну, там можно представить, что в лучшем случае вы упадёте, в худшем случае едете в забор, потому что там слева объезжать. Наташа, спасибо тебе за этот слева. По ситуации, по обстоятельствам, по интуиции, объезжать по интуиции. То есть, это не так, как вы думаете или так, как вы обычно делали там где-то в своих представлениях. Понятно, да? То есть, к чему я это говорю? К тому, что в этом событийном измерении мы действуем по обстоятельствам. Вот, и скорость здесь нашего восприятия на порядок быстрее. Хорошо, движемся дальше. Ещё раз тут хочу сакцентировать. Вот это выход из иллюзии. Живи здесь сейчас, живи здесь сейчас, там вы могли слышать. Но пока мы были в мыслях своих и представлениях, ну, это просто нереально, пока они не осознавали, что это вообще другое, это другое измерение восприятия. Мы можем осознавать в настоящий момент, только осознав, что это другое измерение восприятия, это не представление. Да, кстати, по поводу денег, давайте вот. Вот, когда вы в ментале, вот, то деньги буквально воспринимаются как нечто внешнее, которое где-то пролетает. Вот, и из этого потока, ну, ну, так вот, как метафорично, как мы пытаемся что-то себе как-то отвести немного для себя. Да? Вот, это из ментала. Из ментала так воспринимается. Деньги вообще это уровень каузальный. То есть, деньги сами по себе это каузальный вот этот уровень, событийный. Это энергообмен событийный. Вот, и когда вы уже в присутствии здесь сейчас, уже деньги для вас не что-то там внешнее такое, вы уже с ними хотя бы наравне. Вот, то есть, уже нету такого, когда вы присутствие в настоящем моменте находитесь, вот, это дополнение к тому, что Ира говорила про живое-неживое. Вот, когда вы присутствие находитесь в настоящем моменте, то у вас уже нету такого восприятия, что деньги это что-то внешнее. Посмотрите сейчас. Да? Теперь движемся дальше. Следующее измерение. Буддхическое. Буддхи. Это измерение называют еще тело мудрости, ценностный уровень. Причем повылетали названия. В общем, примерно так. Тело мудрости, ценностный уровень. Буддхи. Буддхи вообще переводится с санскрита как интеллект. То есть это прям интеллект. И что тут еще как пазл такой? Что если ментал это трехмерное восприятие, то каждое последующее это плюс одно измерение. Можно так воспринимать по аналогии с зеркалами. То есть каузальное это плюс один, четыре измерения. Буддхи плюс один это пять измерений. Это то, что вы услышали из 3D в 5D. 5D. То есть это пятимерное восприятие. То есть интеллект, ну по всей видимости, интеллект, интеллектуальная система, пятимерная. Давайте попробуем представить пятимерный объект. Мы четырехмерный пытались представить. Теперь пятимерный. Получается? Не получается. То есть это отражение. Это можно так. Если там было у нас отражение действительности в ментале, в трехмерном. Это наше представление. То если по поводу представить Буддхи, то это пятимерное измерение, отраженное в четырехмерных событиях, которые отражаются в нашем представлении. То есть это вообще ничего, можно сказать. Мы не можем представить. Буддхи. Значит, что здесь в этом измерении? В этом измерении чувство и осознание. Чувство и осознание. Вот в этом измерении у нас есть инструменты, которые мы можем воспринимать. Это измерение. Это через наши чувства и осознание. До этого дифференциация, понятно? Материальная. Материя. Дальше ощущения. Это другое. Это не молекулы атомы. Дальше эмоции. Вот это не ощущения, не молекулы атомы. Дальше мысли и образы. Это не то, что мы до этого. Следующее. Это события. Это другое измерение. Понятно, что это вообще другое измерение просто психики. События и действия. Это не мысли и не образы. Это не эмоции. Это не ощущения. Это не молекулы атомы. И теперь буддхи. Буддхи. А, еще как это называют? Вспомнил. Тело разума. То есть это разум. Интеллект. Это интеллект. Я воспринимаю эту вселенную. Видимую, проявленную, непроявленную. Вот. Как интеллектуальную систему. То есть я вижу, что это все интеллектуальная система. На дерево посмотреть. Мы его видим как живое. Вот. Но я вижу, что это живое. Это интеллектуальная система. Понимаете? То есть это разумная система, которая разумно устроена. Запрограммирована пусть будет. Не важно как. Вот. Но это разумная. Животная. Там земля цели целиком. Это интеллектуальная система. Молекула атомы, которая каким-то образом вот эта молекулярная система. То есть это все интеллектуальная система. Но есть такая гипотеза, что это все древний интеллект. Вот в котором мы проживаем. Ну прямо так это и звучит. Значит, чувство и осознание. Пишу здесь, что это... Интеллект. Давайте попробуем это измерение осознать. Что у нас тут за инструмент есть? Осознание и чувство. Кстати, знаете, вот этот тест Тюринга для искусственного интеллекта? Что там в нем одно из основных таких показателей? Это чувство. То есть есть ли у искусственного интеллекта чувство? Поэтому то, что мы чувствуем, это интеллектуальное наше еще измерение. Сейчас там чуть дальше пойдем и станет ясно, для кого это все происходит. Где тут аз? Хорошо. Значит, я. Почувствуем ощущение я. Потом вы увидите, как это связано с темой нашего марафона. И как это выгружать теперь из этой всей системы. Вот эти программы ограничивающие. Ощущение я. Переместись в центр груди. Наблюдатель. И сейчас соедините наблюдателя и ощущение я. Цельное восприятие, не разделенное я и наблюдатель отдельно. Вот мы сейчас входим в это измерение буддхическое. Будьте сейчас в этом. Вопрос вам задам. Мысли появились? Мысли есть тут? Да можете просто головой помочь. Время. Давайте еще тут оставайтесь в этом. Я сейчас вам такие провокационные вопросы подадаю. Но они интегрируют как бы это состояние. Что вы можете сказать про плохо и хорошо? Из этого измерения. Есть оно? Ничего. Добро и зло. Ничего. Все есть любовь. Все не имеет значения. Так. Хорошо. Есть. Что в этом измерении? Чувство и осознание. И вот это чувство, это не ощущение. Это не эмоции. Это тонкие чувства. Начну все-таки с интуиции. Нет. Давайте начну с самого первого чувства. Я есть. Я есть? Мысли нет. Образов нет. Времени нет. А я есть. Так? Я есть. Вот это самое первое чувство, на которое дальше уже аватар. На котором аватар держится. Вот я есть, и потом уже все остальные чувства раскрываются. Интуиция. Вот тут осознание и чувства. Интуиция. Можете представить свою интуицию? То есть это... Нет, не может. Чувства. И другие чувства. Такие как чувство красоты. Чувство вкуса. Чувство прекрасного. Чувство такта. Чувство юмора. Чувство, которое мы не можем ни объяснить, ни представить. Вот. Но у нас в этом измерении они есть, доступны. То есть мы... И мы... То есть, соответственно, мы в этом измерении не просто всегда присутствуем. Вот. Мы всегда и присутствовали. Это было. Просто мы все время смотрели представления свои. Понятно? Да. Интуиция. Смотрите. Да. Вот это измерение событийное. То есть не буддхическое. Буддхическое интеллект. Оно над событийным. То есть это измерение, которое больше событийного. Соответственно, сейчас попробуйте уловить. Это измерение создает событие вашей жизни. То есть события вашей жизни находятся внутри буддхи, внутри интеллекта, вашего же интеллекта. То есть это прямо говорит о том, что мы создаем события своей жизни. Осознанно, неосознанно. Там программа какая-то это делает. Или мы это осознанно своим вниманием создаем. Куда внимание, туда энергия. Событие создает интеллект, да. Про интуицию. Я такая, у меня метафора приходила. Это то чувство, ну так, как одно из, отражение в отражение в отражение, маленький отблеск, как пытаться объяснить. Это то чувство, которое вас может привести в какое-то событие в вашей жизни, на какую-то встречу, на какое-то значимое событие, которое может повлиять, изменить ход вашей жизни. Но ментально вы можете, или умом можете только так объяснить, что случайная встреча. Понятно, да, примерно? Но это то чувство, которое вас сквозь, может быть, сопротивление, сквозь нежелание, вот, или чего-либо еще, или сквозь какой-то дискомфорт. И провести вас сквозь это какому-то событию, которое как случайная встреча. Вроде бы, но на самом деле это ваш интеллект. Создал это событие, вы его почувствовали, вот эта ответственность. Пойдя за ним, способность, реализовав свою способность идти за интуицией, за откликом, попали на ту встречу, которая изменила вашу жизнь. То есть вывела вас где-то из какого-то замкнутого круга или из-за людей. Есть? Понятно? И это уже, это уже, мы сейчас выходим в вот это измерение, которое за пределами понимания. Вот поэтому для того, чтобы в этой, а это вот, это многомерность. То есть это то, что вы слышали, что мы, ну, из 3D в 5D, то есть это за, вот этот переход в 5D, он за пределами понимания. Потому что понимание, понимание, вот знание, вот на уровне мысли и образа, вот здесь знание. Вот там, где событийный уровень, тут понимание. Понимание. То есть интеллектуальный уровень, мы наш, интуитивный, вот этот, чувственный и осознавание, вот там, где осознанность, мы понять не можем. Поэтому тут лайфхак такой. На этот марафон, на все ретриты наши, вообще после, когда вы уже, отпустить привычку, потому что тут же и привычки в саботинном уровне. Отпустить привычку, пытаться все понять и объяснить себе. Прямо берите это как лайфхак. Отпустить привычку, пытаться все понять и объяснить себе. Потому что следующий уровень, он уже за пределами понимания. Вот и для того, чтобы создавать деньги в своей жизни, нам необходимо выйти на уровень за пределами понимания. Потому что этот уровень создает события, то есть создает вот это движение здесь. Если вы чувствуете у вас намерение создавать деньги в своей жизни, то есть реализовывать, то вам необходимо подняться, расшириться на вот этот уровень. За пределами событий, за пределами каузала, за пределами вот того измерения, где деньги ходят, расшириться за пределы его. Вот и тогда деньги, если в ментале это было так, чтобы выхватывали, в каузале это вы вот так вот наравне, то в будхе вы уже над этим уровнем. Вот и когда вы над этим уровнем, тогда откуда исходят деньги? Извне или из меня? Из меня. Из меня. Я творец. Понимаете? Аз есть Бог сотворяющий на земле. То есть вы тогда, вы на этот уровень. Не важно, что это. Ну, сейчас это форма деньги, бумажки там эти. Вот Ира, когда там три года или четыре назад там про деньги, она говорит, это же бумажки, это же, вот просто осознать, это же самый легковосполняемый ресурс. Помните этот, мы просто в иллюзии сделали из этого дефицит. Недостаточность. Я рассказывал про синдром Люцифера в этом марафоне или нет? Нет? Синдром Люцифера, это, ну, как вот мы сейчас видим, это как одно из фундаментальных здесь таких блоков в фундаменте, на котором эта иллюзия строится. Вот, ну, я пост недавно писал. Вот, оно из двух таких частей. Так как там нахомерное, вот, оно вроде бы как две части, которые мы явно можем заметить, они вроде бы как бы от одном и том же, но они вроде как и не пересекаются. Первая часть, это чувство, это будхи, чувство, что тебе постоянно чего-то не хватает. Ты недостаточный, тебе недостаточно денег, недостаточно опыта, не знаю, недостаточно хорош, недостаточно умен, ну, и так далее, и так далее, и так далее. У каждого еще там куча своих разных. Вот эта недостаточность, в том числе, и это прямо как синдром Люцифера можно воспринимать, что источник изобилия снаружи, так или нет, в кино в этом, а не внутри. Вот, что я, что мне, что я несовершенен. То есть, мне надо, недостаточно мне совершенства. Понимаете, вот, как бы, как эта иллюзия плетется. Я недостаточно совершенен. Мне необходимо что-то сделать, чтобы быть совершенным. Куда-то идти, чтобы быть совершенным. Я не счастлив сейчас. Мне нужно что-то сделать, чтобы быть счастливым. То есть мне чего-то не хватает, чтобы быть счастливым. Понятно? Вот это необходимо преодолеть, вот эту иллюзию недостаточности. Синдром Люцифера, напоминаю. Первое, это то, что постоянно чего-то не хватает. Это прямо на уровне чувств не хватает. Ресурсов не хватает, того не хватает, всего не хватает. Вот и вторая часть этой иллюзии, что необходимо от чего-то отказаться. То есть что-то мешает. Первое, что постоянно чего-то не хватает, а второе, что что-то постоянно мешает. Знакомо? Но это вторая часть иллюзии, что постоянно что-то мешает, чтобы быть счастливым что-то мешает. Мне не хватает. Вот еще что-то мешает. Что мешает? Где это мешает? Сейчас, если соедините наблюдатель, ощущение я. Я и наблюдатель одно, целостное. Ярослава спрашивает, как преодолеть? Сейчас посмотрим. Сам себе не мешает, это иллюзия. Иллюзия, это значит, что этого не существует. Что не существует ни недостаточности, не существует ни того, что мешает. Соедините, я и наблюдатель. Цельное восприятие дыхания этот момент. Вам чего-то не хватает сейчас в действительности? Вам сейчас что-то мешает? Наташа, это сейчас ты взяла из головы. Дыхание, дыхание. Только этот момент воспринимает только действительность. Ярослава, плачу. Вот прям только действительность. Не смотрим в кино, не заглядываем. Это же, это же, как в Ванда и Вижн. Я не знаю другой жизни, чем ту, которую знаю. А там было не хватает денег. Понимаешь? Запись такая, не хватает денег в этой иллюзии. Не хватает денег. И мы смотрим, не хватает денег. Ты даже сидишь, тебе сейчас деньги не нужны, а у тебя это поднялось. Не хватает денег. Понял? Я и дыхание. Я и наблюдатель дыхания. Сейчас кто в записи там смотрит, не, ну денег же там не хватает. Так где же вам сейчас не хватает денег? Вы же здесь сидите сейчас. Вам сейчас, в принципе, не нужны эти деньги в этом моменте. Это же чувство. Чувство, которое создаёт события. Понимаете? Интеллект, который создаёт события. Если вы чувствуете, что не хватает денег, вот, или чего-то не хватает, вы создаёте такие события в своей жизни. Я и наблюдатель. Будь сейчас соединённый, пусть будет дыхание, этот момент. Сколько длится этот момент? Сколько длится этот момент? Наташ, ты сейчас идёшь в ментал. Сделай. Я и наблюдатель. И дыхание. Дыхание только сейчас. Всё. Нету тут, мыслей тут медленно. Это из прошлого. В Адвайте, просветлённые, так и говорят, что мысли принадлежат прошлому. В этом Джо Диспенсер, нейрофизиолог, говорят, что у среднего человека в день 60-70 тысяч мыслей, из которых 95% одни и те же. Что, вы хотите по-новому прожить этот день? Собирались по-новому прожить этот день, но у вас 95% одни и те же мысли. Денег не хватает. Понимаете? Какой тут новый день? Всё то же самое. Выход из иллюзий только здесь и сейчас, в этом моменте. Поэтому сейчас я и наблюдатель дыхания. Сколько длится этот момент? А, ну вот Юля написала. Бесконечно, вечно, вечно, вечно. Выход из иллюзий. Вот он. Вечность. В которой всего достаточно. Даже в изобилии. Которая не заканчивается. Этот момент вообще заканчивается когда-то. В действительности. Прямо сейчас перестройте своё восприятие. Сейчас прямо перестраивайте. То есть осознавайте, что вы жили в представлениях. Это была не жизнь. То есть вы даже не жили. То есть это была не жизнь. Это была иллюзия. А вот она действительность. Которая не заканчивается. Вот она всё время здесь и сейчас. Но это прямо переход в другое восприятие. Другое измерение. Вот тут тогда деньги исходят не из федеральной системы резервной. А из Азьесм. Из моей сути. Я и наблюдатель держу в месте. Дыхание. Мысли есть? Нету. А я есть. Времени нету. А я есть. Проблем нету. А я есть. Ограничений нету. А я есть. Недостаточности нету. А я есть. Знаете? Я есть. Здесь и сейчас. Вы можете быть не здесь и сейчас. Вот это я есть. Может быть не здесь и сейчас. Хотите логику. Хотите, прям чувствуйте напрямую. Вы можете быть не здесь и сейчас. в действительности и сколько длится этот момент вечно так я есть здесь сейчас всегда это так или нет прям перестраиваете я ездить сейчас всегда это требует сейчас доказательств а кстати поводу личности личности нету а я есть не могу ничего сказать про себя но я есть описать себя представить себя не могу давайте хотите еще сейчас развиртуализация такая произойдет то первый раз смотрит вы себя вообще когда-нибудь видели в действительности и наташ ты себя видела в действительности только отражение понимаете только отражение то есть мы себя осознаем по отражению мы себя напрямую не видим не можем не увидеть потому что я я это не интеллект этот следующий уровень он называется атманический или атман вот но я так аналогию такое вижу что это там по нашему по русскому на русском языке этом или на украинском неважно что это душа истинная я вот есть вот это выражение истинная я или ложная я истинная эго или ложная тоже вот так вот ложная эго это личность ложная я это и личность это сформированный бот внутри интеллекта вот интеллектуальная система это как искусственный интеллект как там сейчас интеллект который как сама как типа тоже сама осознается как вот как отдельная какая некая сущность вот такие такие личность личность я воспринимаю как виртуальная сущность внутри интеллекта нашего вот которая пока мы не осознавали себя истинного просто как автопилот могла там везти куда-то там куда матрица ведет туда летим туда летим все летим туда пока пока сам ну как бы пилот не просто не проснулся который за штурвалом может самостоятельно управлять куда куда отклик его ведет так значит следующее измерение давайте сразу туда в следующее пойдем это атманическое это я истины я просто спрашивал увидели себя так вот это я есть первое чувство это еще не я это мое отражение в интеллекте самое первое отражение самое первое отражение но это не отражение визуальное тут как бы отражение оно больше у нас ассоциируется с как зеркалом с представлением вот это отражение многомерной сути моей а это скорее всего плюс одно это плюс одно это шестимерное то есть я как минимум шестимерный который вы можете представить шестимерный объект понимаете то есть это непредставимо вот и первое отражение это я есть вот и дальше из я есть уже раскрывается все остальное давайте попробуем это измерение почувствовать но я тут напишу душа 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 что в этом измерении у нас для нас полезного это таланты предназначение понимаете если вы себя осознаете свое предназначение свои таланты вот то понятно что вот эти все ограничения которые вы там списке писали их необходимо разобрать и убрать чтобы 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 добраться до этого измерения чтобы из этого жить из истинного теперь давайте почувствуем это измерение тут первое вот это отражение я есть вот и нам необходимо сейчас как бы соединить это вместе почувствуйте я я и наблюдатель соедините сначала чтобы я есть было дыхание этот момент и почувствуйте я есть без мыслей без представлений я и наблюдатель соедините и теперь соедините я есть у меня нет одновременно два чувства соедините в одно не пытайтесь понять это на два измерения плотнее почувствуйте я есть у меня нет одновременно что поменялось еще заметно изменилось но это как носи сда выносит куда выносит это что и есть выносит ну понятно выносит как бы ментал ну может быть как расширение такое вот но можете тут почувствовать я есть я есть у меня нет одновременно будьте сейчас в этом состоянии у кого получается не получается ничего страшного сейчас считаете что мы на экскурсии просто и вот в этом состоянии почувствуйте есть разница между твоим я и моим я я дерево вообще есть разница между сутью вещей все одно это выражение оно тоже приобрело негативный окрас в украинском языке все одно тебе что все одно? ну да все одно все равно тебе что все равно? ну да все равно вот ну это при закрытом сердце это тогда ну ну так как бы тут энергии это и нету сердечной и тогда это ментальная как бы равнодушие вот но когда сердце ваше открыто вот это мы с Славой Кедровским проводили эфир он говорит так вселенная же равнодушная мне все равно представляете? то есть как можно тут прямо расшириться вселенная равнодушна она не на чьей стороне но когда ваше сердце открыто тогда вот это равнодушие что все души равны вот оно не не просто как плоская ментальная безжизненность вот нет это как раз жизненность вот все исходит из меня есть Бог сотворящий на земле я творю супер супер все единое целое вот единое целое вот вот для нас это восприятие доступно прямо сейчас для многих кто первый раз даже на эфире зашел на эфир это доступно это в принципе сейчас то что вы это ну это в какой-то степени это ну может быть не тотальное проживание самадхи там в сатаре но это то это это очень близко во всяком случае интеллектуальное отражение самадхи это сто процентов интеллектуальное отражение все одно все равно может быть еще тела там ваши все не включены в это прям проживание а может и проживание а может и включены вот гносис 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 это яснознание тоже его там ассоциируют там так как разное как разные формы самадхи вот гносис гносис это яснознание вот это вот это в принципе если вы вот в этом состоянии находитесь в жизни это просветление Просветление – это знание. Вот давайте так вот папа Джи сказал, что просветление – это знание, просто знание. Вот я сначала не понял, что он имел просто знание. Вот, а потом один, второй, третий, четвертое, я понял, что это просто ясно знание того, как всё есть. То есть вся ваша интеллектуальная система просто нет там искажений, вы воспринимаете просто всё как есть, многомерно. Все существует одновременно. Вы воспринимаете все как есть. Вот ясное знание. И вот в этом состоянии вы не потеряли свою дееспособность. Вы не потеряли способность мыслить. Но вы обретаете способность в этом состоянии мыслить намеренно, а не автоматически, как автопилот, который там в матрицах, что там вам загрузилось. Намеренно, своим намерением. У вас какое намерение у каждого? Есть намерение на этот марафон? Соответственно, вы можете направлять свои мысли своим намерением на реализацию этого намерения. Хотите, у вас намерение изобилия, финансовый достаток или что-то еще? Вот так вы намерением своего внимания, куда внимание туда направляете, на реализацию этого намерения, а не на ограничение в иллюзии, что мне того не хватает, того не хватает, того, 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 того. Потому что куда внимание, туда энергия. Сейчас пока, это тоже пока как пазлы мы складываем. Понятно это? То есть вы своим намерением направляете внимание на то, что вы намерены реализовать, а не на то, что вы не намерены реализовать. Вот эти вот списки, которые вы написали, то, что вам мешает. У вас к этому позитивное отношение или негативное, к этим программам? Негативное. Если в вашей психике есть негативное отношение к чему-то, что ваша психика будет с этим делать? Поддерживать или бороться? Ну, это одно и то же в этом смысле. Бороться будет? Сопротивляться? Если негативное отношение. Так? То есть, соответственно, это будет захватывать ваше внимание? Будет направлять на то, что вы хотите, или на то, что вы не хотите? Понимаете, это квест. Ну, я это воспринимаю действительно как квест. Только вы многомерны внутри своей психики. Вот выйти из этой ловушки. То есть, я там в одном из эфиров, в одном из видео говорил, что у нас нет ничего негативного внутри. По своей сути. Это внедренные программы. Иллюзии. Если есть что-то негативное, наше внимание захватывается, направляется на то, что вы не хотите. А змея, Бог сотворяющий на земле, создает то, что он не хочет. Как это вообще может быть? Понимаете? То есть, соответственно, ваши таланты, сейчас до гениальности дойдем. Вот. Вместе с вашим вниманием направляется на создание этой матрицы. Иллюзорной. Поддержание этой матрицы. В этом, в матрице, ну, в этом фильме про Нео. Там четвертая серия, там прямо еще раз, я не помню, там предыдущих было или нет, что, прямо говорила, что, что Нео нужен матрице, его гениальность нужна матрице, потому что его гениальность создает ее. То есть, его гениальность захваченная, вот, создает матрицу. То есть, вот так вот наша гениальность, вот, наши таланты захваченные, неважно каким образом, создает вот эту матрицу, которой мы ограничены. Татьяна пишет, что у меня боль в голове попустила. Это этот, боль в голове попустила. Это у Папа Джи был, был сатсанг такой, там, ну, парень, он давно, видно, уже в практиках ищет, он там, сел такой возле него, говорит, как мне избавиться от моей боли? Папа Джи его спросил, говорит, а где твоя боль сейчас? И он пробудился, этот парень. Он посмотрел, что его боли сейчас нету в действительности. Это боль, которую он носил в своем сознании, вот, просто как, как кино. Вот, а когда он говорит, где твоя боль сейчас? Вот он увидел, боли сейчас нет. И он просто, ну, прозрел в моменте прям. Сильно прогружена по деньгам и взаимоотношениям мужчины и женщины из моих наблюдений. Благодаря тебе, Максим, заметил. Ага. Хорошо. Значит, и поддерживать, и бороться, да. Это еще напоминание про негативные программы. Вот, а когда вы из истинного, вот, из знания, яснознания, себя, своей сути, того, как все устроено, вы будете направлять внимание на то, что вы не хотите? То есть, соответственно, необходимо убрать программы, которые это внимание захватывают. Понятно? Или ограничивают, или, ну, не важно что. Полностью очистить внимание для того, чтобы создавать то, что вы хотите. Там еще Ира классно дополнит, вот у нее, вот как уже, я больше так даю, как очистить, вот она дает, как уже наполнить, вот как, ну, в принципе, скорее, это возможно, что это женское, инское качество, вот, наполнить жизнью, то есть, вот, ну, хотя, ну, хотя, в принципе, да, наверное, то есть, шива тоже, да, это такое больше, как разрушение, вот, хотя, нет, нет, Артем, может, ладно, не будем туда, все, пока стерто, 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 все, вниманием никуда было, есть, хорошо, теперь, значит, душа, таланты, предназначения, вот вы сейчас почувствовали, вот это состояние целостности, вот оно, состояние целостности, даже за пределами интеллекта, сейчас, я есть, и у меня нет одновременно, чем больше вы будете, я вот как вижу, чем больше вы из этого измерения будете воспринимать, вам нормально тут вообще, в этом измерении? Если, если у вас еще сердце подзакрыто, ну, может, немножко, как будто не хватает вам кино, там было разнообразие кино, а тут вроде как пустовато, намерение тогда сердце открыть еще, держите, оно, оно сработает в любом случае, просто как намерение это сделать, открыть сердце, раскрыться полностью, тогда не будет этой пустоты здесь, вот, и чем больше вы будете в этом состоянии пребывать, тем, или непрерывно, тем больше открываются ваши таланты, и из этого состояния, когда вы действуете по отклику, то вы реализуете свое предназначение, в любом случае, что бы вы ни делали, понимаете, если вы из этого состояния, из я, из души, вот, ну, или из будхи хотя бы, вот, действуете по отклику, то все, что вы делаете, реализация вашего предназначения, вот, сейчас, если вы только, только, скажем так, начали раскрывать это измерение, в этом воплощении, то, ну, вы как, вы как, можно так сказать, что вы пока познаете, узнаете, вы так по отклику, и у вас как бы происходит пока пере, переформатизация вот этого восприятия, из кино, там, где все было в ограничениях каких-то, вот, в другое многомерное восприятие, где вы уже более многомер, ну, многомерность осознаете свою жизнь, и предназначение, вот тут, как, ну, действуя по отклику, вы постепенно его, оно вам как бы, в объеме, многомерно проясняется, вот, я когда, у меня первый пришел поиск предназначения, это было больше 10 лет назад, вот, что-то у меня пошло такое, искать предназначение, я там на тренинг пошел один, вот, и на том тренинге, это было отражение в отражение в отражении, то, что я там увидел, вот, ну, по теми инструментами, которые в тренинге давались, вот, и у меня там, то, что я почувствовал, это нести свет и радость, вот так вот было, вот, ну, ну, вот просто какое-то, скажем так, направление, направление, я какое-то направление хотя бы увидел, вот, потом постепенно, то есть это направление, окей, хорошо, я иду в этом направлении, действуя дальше по отклику, вот, отклик за откликом, для меня открылось, как бы многомерно, как это реализовывается, там, с открытием ресторана небоса, вот, то, что я сейчас ретриты провожу, и сейчас вот этот бесплатный ретрит, этот марафон, то есть я как реализация, то есть я прям вижу, я вижу, как это реализует, я чувствую от этого удовлетворение, это мой, как ориентир основной, я чувствую от этого удовлетворения, или не чувствую, если я не чувствую от этого удовлетворения, я не буду этого делать, из долга, из надо, или из какого-то другого представления, только ориентируясь на чувство удовлетворения, ну, своего, то есть не собственного, вот, а удовлетворения души, хорошо значит ну и давайте следующее измерение еще заглянем туда но по-моему монадическое его называют моно монада монадическое вот но я это вижу как дух вот и дух с латинска на латинском я не помню что в какую сторону переводится но что это то же самое что гений дух это гений но и этот уровень здесь если на уровне я сейчас так вижу то есть это последнюю пару недель она открылась что гениальность это давно открыла что это этот уровень а что это в этом уровне если на душе там предназначение то на уровне духа это миссия вот и этот и это измерение прямо сейчас азим есть сотворяющий на земле прямо сейчас это только из-за иллюзии из-за разделенности это воспринималось как что-то отдельное но это ты вот есть такое выражение я не помню где но это но это индийская в общем диск какой-то традиция садчита надо быть ее знание единства быть ее знание единства вот и говорится так что эти понятия тождественны сейчас попробуйте уловить быть ее знание о не единство блаженство я прошу прощения быть ее знание и блаженство эти понятия тождественны и они не воспринимаются такими только из-за иллюзии вот можете себе это просто как пазл пока оставить потом пусть надо раскрывается вот что это измерение восприятия вот в котором быть ее непрерывное ясного знания знания всего вот и блаженство и это все и это все тождественно это как 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 отражение просто одного и того же состояния да и соответственно гениальность это за пределами даже истинного даже за пределами эго в принципе даже истинного эго гениальность ну что про гения можно сказать давайте так чуть-чуть уже в эту сторону заглянем вот она у вас да первое что я скажу что талант и гений и гениальность у вас есть вот и она была ну она была захвачена матрицей вот и шло на на формирование этой матрицы и как это начать распознавать то есть это то что у вас или обесцененная или 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 используются матрицы в скажем так в негативной для вас форме вот ну к примеру но это прямо на актерском на актерском таланте гениальности это несколько раз проявлялось на последнем ретрите тоже тоже было как-то было на ретрите девушка на на живом приехала ну вообще от эмоций такое прям серое лицо темное вот ну так она к серединке начала уже просветлевать чуть-чуть уже так чувствуется эмоционально вот и где-то в середине вот слышу кто-то в коридоре плачет я подхожу это эта девушка ну я начал с ней там разбираться разбираемся разбираемся там что-то отпускаем вот и в какой-то момент я ее спрашиваю слушай а может ты актриса она тут же меняет настроение у нее тут же меняется она она улыбается да я хотела стать актрисой я говорю так так ты просто зависла в одной роли в драматической в этой роли но у тебя же куча других вообще способностей это же твой талант это твоя гениальность ты же можешь вообще абсолютно по-разному и ну реализовывать это это не такая это не банальщина это вообще это ну это магия магия перевоплощения вот там у кастанеды у тальтеков там у них там многие обладали этим способностью перевоплощать быстро быстро менять свой облик вот это про Мерлин Монро там есть такая история что Норма Джинта по-моему ее настоящее ну это имя вот и она как-то подруга там описывала что она как-то шли они в какой-то супермаркет зашли вот и подруга спрашивает а чё тебе говорит никто не переходит не узнает тебя никто она говорит ты хочешь чтобы меня узнали но она типа была в Норме Джин в этот момент ее никто не узнавал хочешь чтобы меня узнали она такая раз в Мерлин Монро и все раз сразу подходить повторив у нее брать понимаете то есть это не ну просто это и это это просто это не единственный талант это ж только или гениальность точнее это ж только один из как бы то что возможно заметить а этих гениальности очень много у вас каждого вот а на последнем ретрите тоже девушка она уже третий раз была вот и раз какое-то там состояние там что-то тоже у нее такой подавленности то было у нее возвышенное потом опять подавленности вот я не помню о чём у нас был разговор вот я ее спрашиваю тоже думаю по аналогии спрашиваю говорю слушай а может ты актриса она говорит слушай я в детстве мечтала стать актрисой и потом рассказывает и рассказывает я говорит как-то да точно говорит а она говорит но я тоже я не играю сейчас я не играю типа что я страдаю я страдаю сейчас по-настоящему я говорю ты уверена что страдаешь сейчас по-настоящему как ты уверена что страдаешь по-настоящему она такая начинает смотреть и начинает осознавать что но это игра и она вспоминает говорит блин точно у меня было я как-то даже экспериментировал как-то ехала в метро подсел парень что там разговорились я представилась порно актрисой вот и начал расспрашивать ну как у нее жизнь ее порно актрисы вообще происходит я и я ему все рассказала как жизнь актрисы вообще происходит все в деталях вот то есть и она уловила что ну то есть это страдание это захваченная гениальность ее понятно сейчас аналогия но это с просто с этим с актерским мастерством но это может быть с чем угодно у меня там друг наш один вот он там церемония и вас кипра он приехал к нам на ретрит а его с последних классах еще школы вербовали в спецагенты и готовили принципе спецагент вот он на ретрит приехал и я его это я есть в осознании себя ну как я это вижу вот смотрю он как выкручивается как вот этот суперагент не выдает себя не выдает свое истинное лицо свою суть вот и это вот на этом как бы именно на это я до этого с ним познакомился он рассказал ну рассказал про сует и я как я это прорезонял почувствовал вот и он как спецагент не выдает свою суть и для сам для себя сам от себя скрывает получается это вот я его так и не раскусил честно говоря я понял что мне надо не что он ну нет у него сейчас запроса на это и вот и я по аналогии с ним просто своего суперагента в себе потому что у меня это тоже ну проявлено было я в себе этого суперагента начал осознавать больше и в себе отпускать юля пишет я тоже мечтала стать актрисой так вот или захвачена ваша гениальность матрица и она поддерживает эту иллюзию понятно да вот или обесценивается это же ерунда это у меня очень легко получается поэтому это ничего не стоит а вот у кого-то другого вот это вот круто у него получается я хочу я тоже так хочу вот это ложная так вот то что у вас легко получается легче всего это ваш дар вот и как это еще можно то есть надо убрать обесценивание с этого вообще обесценивание полностью убрать вот это кстати тема в школе мы же там стоимость подняли и началось с этого все и некоторые потом начали осознавать когда мы говорим ну хорошо ну расходимся так как бы расстаёмся значит расстаёмся вот особенно те которые ну не у некоторых было такое что да у вас вообще ну что того за школа вообще все то же самое ничего там нового но это обесценивание а это обесценивание школы оно же откуда исходит из-за обесценивания себя вот и там некоторые говорили я поняла что там что обесценивала школу то есть вообще все обесценивала а когда начали разбираться вообще есть ли такие аналоги куда я переходить собираюсь казалось что нету и вот из-за того что увидели что нету аналогов вот но подходящих вот стало ясно что это было обесценивание и поэтому это обесценивание на деньги переносилось и на учителей на все вот но в первую очередь перестать обесценивать себя свою гениальность понимаете откуда все исходит вот этот дух а здесь сотворяющий на земле который в принципе ну круче любой федеральной резервной системы лена пишет я актриса по жизни и у меня это естественный процесс и я осознаю четко когда какая роль супер да когда это уже осознанно тогда ты можешь это мастерски этим вообще этом ну осознанно осознанно как как сейчас есть бог сотворяющий вот для этого для этой для своей реализации возвращаясь к гениальности то что другие вас считают особенными а вы ну а вы а вы воспринимаете это как обычное вот там туда необходимо смотреть как свою гениальность то что для вас обычно для других особенно вас как вы себя видели когда-нибудь действительность только в отражении так вот то что другие то что для вас обычно для других особенно это в отражается ваша особенность в них ваша гениальность ваш талант ну и соответственно наоборот то что для кого-то из является обычным а для вас в нем особенным это его талант гениальность вот понятно она может еще быть недораскрыта там вас и вот и это талант гениальность это не это не банальные вещи то есть это 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 настолько обычно для вас что она раскрывается просто в вашем присутствии это даже не обязательно действие какое-то вот я это я это начал замечать когда мы сырой с женой моей и начали вместе вместе жить но вместе в общем уже спутниками стали так скажем вот партнерами то я заметил что у меня пошла реализация более эффективная реализация у меня прояснились многие моменты как стали на свое место восприятие вот я потом прямо так экспериментировал я раз ее из поля убираю вот смотрю по-другому раз в поле то есть это просто ее присутствие она даже ничего не делает то есть она даже не ну ей не надо ничего специально что-то говорить для этого то есть просто из-за того что она в поле присутствует понимаете то есть насколько это бесконечный ресурс что даже делать ничего не надо а если вы это осознаете это в идее из-за из этого из этого истинного из из духа проявляете то проявляетесь осознанно то неужели вы не можете включить разумность свою для того чтобы это сейчас просто логически такой скажем вопрос на логику и он ну не требует ответа что вы на этот бесконечный ресурс который просто из нашего присутствия приходит не можете создать какие-то деньги ну тут ну просто вот уловите что это ну настолько несопоставимые вещи по по объему ресурс который у вас есть просто потому что вы есть вот и деньги которые происходят просто в результате действий и тут вот необходимо по убирать будет но мы будем еще с этим работать убирать и представление ограничения что типа то вот это то что у меня легко получается ничего не стоит но это настолько бесценное что но стоит всего поэтому вы для процветания своего рода это и это и это духовно если это идет для процветания вас вашего рода вот и рода человеческого но у нас есть тоже в поле гений гений права вот рима было церковская вот она мне все время говорила пока до меня дошло в какой-то момент что энергия дается народ это энергия дается народ ресурс дается народ не на и не на яко quenca ограничено мне мне сколько там ребенку надо вот народ народ то есть и и вот это рима тоже говорила она еще так говорит что необходимо осознать что вот это то что мы делаем и и деньг которым они принадлежат детям то есть они принадлежат роду ну понятно что и всему воду но но так как жизнь идет течет течет направление времени идет вперед то есть от былого грядущему вот то дети внуки вот вот это грядет вот поэтому это как бы это принадлежит этому этому потому что как бы, как сказать, как распускается, как расцветает. Артём пишет, сейчас мы точка силы. А если идёт тяжело, бытует мнение не твоё. Бытует, бытует у тебя, я так понимаю, у тебя бытует мнение не твоё. Идёт тяжело. Тяжело, тяжело идёт. Смотрите. Но если не твоё, то это может быть не твоё. Если ты чувствуешь, что это не твоё, не резонирует, не действует. Смотрите, тут, чтобы твоё, не твоё, я вам вышлю эфир. Там Ира Стрибинская проводит по поводу ответственности. Я, по-моему, не высылал в этом марафоне. Ну, кто видел, тот видел, можете не пересматривать. Там она рассказывает, как у разных дизайнов, если вот этот инструмент дизайна человека, проживается отклик. Там у большинства генераторов отклик – это как физическое ощущение, прям импульс физический. У остальных там немножко по-другому. У проекторов это интерес, но это всегда о том, что я не могу не делать. Что если я этого не сделаю, я буду чувствовать сожаление. Вот вы можете поэтому проверять. Поэтому если ты этого не сделаешь, ты будешь ли от этого чувствовать сожаление или не будешь чувствовать сожаление? Можно начать вот это на вопрос. Если не идёт тяжело, будет мнение, что не твоё. Не делать без отклика. Вот и начать разбирать завалы. Постепенно, когда разберутся завалы, то отклик вы не пропустите. Потому что вы не можете это не делать. Когда уйдёт, это всё надо, должен, обязан и так далее. Хорошо. Значит, по уровням измерения. Понятно, что это разные измерения психики. Разные измерения. Ну, психика, кстати, психа – это душа. То есть, сказать, что дальше дух, это уже скорее не психика всё-таки. Но психика – это от от мана и до физического тела. Вот это всё психика. И понятно, что это разные измерения. Получается дифференцировать? Давайте ещё раз. Материальное, физическое тело. Следующее – эфирное ощущение. Это не материя. Дальше эмоции, астральное. Это не ощущение. И это не материя. Дальше мысли и образы. Это не эмоции. И это не ощущение. И не материя. Ну, конечно, оно как проявляется, материализуется, но мы можем как само измерение отделить. Следующее измерение. Событие и действие. То есть это событие, действительность. То, что происходит в действительности. Действие сами по себе. Событийный уровень. Это не материя. Это не то, что мы видим, как материальные объекты. Это тонкое измерение. Событийное. В котором происходят события и действия. Это не мысли, не образы. Это не ощущения. Это не эмоции. Вот это не материя сама по себе. Следующее измерение. Интеллектуальное. Вот. Ну, тут я даже... Ну, что мы тут измерения? Тут осознание, чувство. То есть это уже за пределами действительности. Понимаете? Это за пределами действительности. То есть я даже... Как это описать, измерение? Вот. Но мы его можем осознавать по чувствам и осознаниям. Это как разум. Вот. Это как измерение разума. Разумность как таковой. Следующее измерение. Истинное Я. Душа. Это уже Я, которое отражается в интеллекте. И которое проявляется через таланты. Вот. И через предназначение. Вот. И дальше уже измерение. За пределами Я. Это Дух. Гениальность. Гений. Миссия. Вот. И тут про дух. Про гений. Давайте еще пару слов все-таки. Чтобы тут вот свою... Начать убрать без... Сейчас скажу. Убрать обесценивание полностью. Из своей гениальности. Смотрите, где вы... Метафора такая. Гений стреляет в цель. Гений, когда... Если стреляет в цель, он из 10 раз попадает в десяточку. 10 раз. Смотрите, где у вас так. Это тонко. Там тонко. Это просто присутствие. Как я про Иру говорил, например. То есть, это просто присутствие. Даже не обязательно что-то говорить. Если говорить, что еще? Другая метафора. Гений стреляет в цель, которую никто не видит. То есть, для кого-то это особенно, а для вас это естественно. Вот. И всегда попадает. Понимаете? Гений стреляет в цель, которую никто не видит. Ну, разве что гений, который в этом же виде... В этом же... В этом же гений может это увидеть. Вот. И всегда попадает. Но вот этому попаданию... Вот. Вы можете увидеть гения. Значит. И еще тут такой пример. Мне прямо из Библии интересно. Последнее время приходило. Это вообще, конечно, за пределами нашего иллюзии. Вот. Ну, и там тема такая библейская, что когда Святой Дух снизошел на апостолов, вот они стали понимать и разговаривать на всех языках. Понимаете? То есть это за пределами разделенности вообще. Хорошо. Теперь сейчас пройдемся по уровням. И я думаю, минут за 20, за 30 мы закончим. И потом я вам дам задание. Уже... Задание. Точнее, я через пару дней сделаю вам вырезку из одного из предыдущих ретритов для практики. И вы сделаете практику. Ну, я объясню, какую. Значит, что у нас сейчас? У нас сейчас исследования... Хорошо. Вот это наше... Измерения нашей психики. Разобрались. Теперь что... Как очистить его? И в чем тут грабли, на которые мы постоянно наступаем? Которые необходимо убрать? Я про них уже говорил, но немножко в другом контексте. Вот начнем с ментала. Вот. И... Что в ментале у нас содержатся в этой иллюзии программы, которые создают позитивные и негативные отношения. Плохо – хорошо. Правильно – неправильно. Дуальность. Дуальность как таковая. Дуальность существует в действительности или нет? Противоположности, которые там друг с другом конфликтуют, существуют в действительности? Знаете, как проверить? Я и наблюдатель. Соединяете? Дыхание – этот момент. И присутствие. и смотрите. Дуальность существует в действительности? Плохо – хорошо, правильно – неправильно. Но в загруженных программах здесь они... Вы можете их обнаружить. Ментал. Вот. То есть в действительности есть, но нету, а в ментале они... Ну, вы об этом знаете. Позитивные и негативные отношения к чему-либо. Знакомо для вас? Обнаружить это можете в своем интеллекте? Признать это? Такой сегмент. Вот у нас... Это все наше сознание. То есть аватар, точнее. Вот. И ментал. Я такой сегментик нарисовал маленький. Красный нарисую, сейчас попробую красный. идея была. Доброе утро, Довынинг. Вот. В котором... Вот это, да? Позитивные отношения в этом фрагментике. Вот. А все остальное нет. То есть такого не должно происходить. Негативные отношения. Понятно, да? Позитивные и негативные отношения. Теперь... Каузал событийный. Мы сейчас пойдем в плотное, но сюда заглянем. Если события в вашей жизни не соответствуют вашему представлению о том, как должно быть. Вот. То есть попадает в зону, скажем так, негативного отношения. Что ваша психика на автомате будет с этими событиями пытаться сделать? Отверхать, бороться, сопротивляться, изменять? Вот негативное. Что вы будете, какие эмоции испытывать в этот момент? Негативное. Злость, агрессия, страх, грусть. Вот. Ну и другие производные. Так? А если соответствует вашим представлениям о правильном, тогда какую эмоцию будете чувствовать, испытывать? Радость. Да? Вот так и нарисуем. Психология. Логично все. Вот. Но логика, она сама по себе логичная. Вот если вы ее положите, логику, наложная, то что будет в итоге? Ложная. Если вы положите на истинное, то что будет в итоге? Истинное. Так а мы с вами в начале этого эфира что обнаружили, что не требует доказательств? Я есть здесь сейчас всегда. Здесь сейчас не просто я есть, здесь сейчас всегда. Вот. И когда вы на вот эту логику ложите, вот у вас тогда простраивается вся эта система, вот проясняется. Значит, негативные отношения. А я здесь сейчас всегда, у вас нету негативного отношения ни к чему. То есть негативные отношения это программа ложная. Значит, да, здесь радость, вот, ну, а тут негативные эмоции, я подмешу, негативные. Но если у нас есть позитивные и негативные отношения, то к эмоциям тоже это имеет отношение. К негативным эмоциям у вас какое отношение? Позитивное или негативное? Ну, негативные, не буду ждать от вас ответа. Вот, тогда что будет психика на автомате с этим делать? Бороться, сопротивляться и так далее, да? Вот, а к радости у вас негативные или позитивные отношения? Позитивные. Что будет психика на автомате делать из-за позитивного и негативного отношения? Пытаться удержать радость, так? Вот, качельки раскачиваются, дальше движемся. Это же дальше распространяется. Если у вас есть негативные эмоции, например, агрессия, у вас к ним негативные отношения, вы подавляете или боретесь с этими эмоциями, что вы будете чувствовать в ощущениях? Комфорт или дискомфорт? То же самое со страхом, с грустью и со всем остальным. дискомфорт? Дискомфорт. Если у вас радость, позитивное отношение к радости, комфорт. на этом все не заканчивается. К комфорту и дискомфорту тоже есть отношение позитивное и негативное. Если уже оно есть, оно ко всему имеет это дело. Соответственно, к дискомфорту какое отношение? Позитивное или негативное? Негативное. Вот, что психика будет на автомате делать с этим? Бороться, сопротивляться, ждать, когда закончится и так далее. И в итоге какое состояние у вас будет? Плохо. Состояние плохо. Но ваш ментал, в котором эта программа заложена, не может этого понять. Что именно позитивно-негативным отношением это состояние плохо и сформировано. Пока мы на уровне ментала воспринимаем в представлениях, мы не можем этого понять. Что причина в нашем позитивно-негативном отношении как таковон, который создает вот этот сегмент вообще и создает состояние плохо. То есть негативное отношение создает негативную эмоцию, негативная эмоция создает дискомфорт, дискомфорт создает состояние плохо. Хорошо, ну допустим, допустим, ну ладно, с этим позитивно-негативным отношением, дискомфортом я выбираю жить в комфорте. Знакомо для вас? Я буду жить в комфорте и не хочу вообще этот дискомфорт и вообще туда ходить и смотреть. Расширяемся дальше. Теперь к событийным плану. Вот это позитивное и негативное отношение будет влиять на то, что происходит в ваших событиях? То есть вы будете стремиться попадать в события, где у вас может быть дискомфорт? Не, будете избегать. Даже подсознательно будете предчувствовать и обходить десятой дорогой. Где у вас может быть негативные эмоции, агрессии, злости, страх? Будете избегать. Где не соответствует вашим представлениям? Ну, вообще туда ходить не будете. Это же неправильно, это за пределами. То есть в этой иллюзии это не должно быть. так? Ну, хорошо, допустим, ладно, ну, хорошо, я тогда, у меня события, те, которые вызывают у меня комфорт, и все. Так, я выбираю только так, допустим. Ну, я так напишу, что это события, это потенциал, все, потенциал. То есть понятно, что вот эти все события, вот это, кстати, по поводу денег тоже смотрите, и благополучие. То есть вы будете, ну ладно, сейчас мы дойдем до этого. Движемся дальше. Что я тут не сказал по поводу будхи? В будхе, так как это многомерное измерение, вот, но я вижу, что здесь вот это колесо баланса, оно в этом измерении. Колесо баланса, знаете, да? Сферы жизни. Здоровье, да, здоровье, отношения, реализация, там, духовная, реализация, общественная, путешествия, хобби, ну и так далее. То есть все сферы жизни. И у всех у вас есть потребность реализации в сферах жизни? Кто здесь сейчас на марафоне? У тебя нет, Наташа? У тебя нету потребности в реализации? Хочешь, ну ключи, давайте я дам этот, чтобы ты могла включить. Давай, ключи. А, ты пишешь, что у тебя уже реализация. Вот, но это же происходит, это же в потребности. Ну, то есть это же не нужда, я не про нужду говорю, а это как... Да, я говорю, что реализация, она же в процессе, она уже есть, в действительности она идет. То есть я реализуюсь каждый день, каждую я делаю то, что меня реализуют, я реализую то, что делаю. То есть это взаимосвязано или что-то не так. Да, 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 все так. Ну, то есть это же происходит естественные потребности взрослого человека, я про это говорю. Это естественное, ну, то есть даже если пирамиду там, вот эту брать пирамиду, там осло или не имел осло, вот это, там потребность. Хорошо, теперь, соответственно, в сферах жизни, ну, давайте так, по-другому вопросу задам. Вы просто машите головой. Вот, кто в Ютубе смотрит, тоже машите головой. Потребность в реализации, например, реализовать гармоничные отношения, есть такая потребность? реализоваться, реализоваться, как, реализовать свое предназначение, там, как какой-то проект. Есть такая потребность? Вот, ну, и там путешествия, все остальное, хобби, дружба, вот, там немного, ну, в какой-то степени, может быть, даже проще реализовываться, просто необходимо туда внимание направить, вот, чтобы это реализовывать. Вот, теперь, ну, и финансовая. Есть потребность в реализации финансовая. Есть, окей, хорошо. И теперь вопрос, дальше, из будхи, так как это здесь, ну, мы заполняем, как бы, свои реализации, заполняем это измерение. Так вот, например, потребность в реализации, ну, давайте, так с такого возьму, ну, давайте прямо с денег, давайте с денег сразу, вот, на пути к своей изобильности и благополучию, процветания вашего рода. Может быть такое, что вы ни разу на пути к этой реализации не столкнетесь с ситуацией, которая выходит за пределы ваших представлений о правильном и неправильном. Может быть такое, что не выйдет за пределы. То есть, то, что вы воспринимаете негативным, никогда не случится. То есть, то, что вы не считаете правильным, никогда не случится на пути этой реализации. Так, ладно, давайте так, хорошо, по-другому сейчас. Пока туда же сейчас пойдем. Может быть такое, что на пути этой реализации вы ни разу не столкнетесь с негативными эмоциями, со страхом, агрессией, грустью? Ну, может или не может? Может, что вы ни разу не столкнетесь на пути, пока вот с этого места к полной реализации. На пути, на пути. Да, Наташа, да известно все, известно. Возьми гармоничные отношения сейчас. Хорошо, давайте, сейчас деньги, как я понял, эта тема немного, пока тут вы не видите. Давайте возьмем гармоничные отношения. Дальше это все. На пути к гармоничным отношениям. Гармоничные отношения, там другой человек, вот другая душа, со своим опытом, со своей судьбой. Может быть такое, что на пути к гармоничным отношениям вы ни разу не столкнетесь с ситуацией, которая выходит за пределы вашего представления субъективного, о правильном, неправильном. то есть он, то есть ваш партнер всегда будет считать, что правильно, то же самое, что и вы. То есть не может быть такого, что у него может быть вот это смещено как-то по-другому. То есть из опыта его рода, его собственной жизни или жизни его души не может быть такое, что то, что ты считаешь правильным, он считает неправильным. Или то, что ты считаешь неправильным, для него это правильное. Может такое быть, что не совпадает это? Может. Соответственно, соответственно, на пути к реализации гармоничных отношений не может быть такого, чтобы вы ни разу не столкнулись в своем опыте с ситуациями, которые выходят за пределы представлений ваших о правильном, неправильном. С человеком тут понятно, но финансы и все остальное, оно тоже с другими людьми связано, так или иначе, потому что мы с другими людьми контактируем. Вот поэтому на пути к реализации вашей финансовой сферы благополучия тоже не может быть такого, чтобы ни разу вы не вышли за пределы своих представлений о правильном. Возвращаемся к отношениям. Может быть такое, что на пути к гармоничному отношению с вашим партнером вы ни разу не столкнетесь с негативными эмоциями из текущего состояния. В золотом веке окей, хорошо, мы уже просветленные все, и там нету, у нас все, это поле все открыто, мы как бы ясно проживаем. Вот что, ни разу не столкнетесь с агрессией, с раздражением, со страхом. Встретились вы с человеком, начали с ним взаимодействовать. Вот и на пути уже к тому, что будет полная гармония во взаимоотношениях, ни разу не столкнетесь со страхом, с раздражением, с грустью, с другими, если есть эмоции, типа вины, обиды, если еще загружены. Не может быть. Так или нет? Столкнемся, столкнемся. То есть не можем столкнуться, а столкнемся. Не может быть, что не столкнемся. Вот это я хочу тут акцент поставить, что не может быть, что не столкнемся. Что не может финансовая реализация, не может быть, что мы не столкнемся, если у нас есть негативные эмоции, агрессия, страх и так далее. Вот что мы не столкнемся с ними на пути к реализации финансовой. Понятно? Соответственно, может быть такое, что на пути к реализации гармоничных отношений, ну, допустим, сейчас с партнера возьмем, что вы ни разу не столкнетесь с дискомфортом. Не может. Разрешаемся к финансам. Может быть такое, что на пути к гармоничной, полной реализации своего финансового потенциала и благосостояния процветания своего рода вы ни разу не столкнетесь с дискомфортом. Не может быть. Соответственно, пока у нас есть вот это позитивное и негативное отношение, мы не можем реализоваться гармонично в отношениях. Мы не можем реализовать свой потенциал полностью финансовое и благополучие. Потому что позитивное и негативное отношение создаёт вот этот сегмент просто сам по себе. И так как он создаётся, психика всё равно автоматически в этом сегменте стремится быть. Вот. Но может там у кого-то извращения какие-то там на негативе больше скажем так, ну прям нет, я хочу, чтобы негатив был. Вот. Но всё равно это будет извращенное, но всё равно сегмент. Так или нет? Вот. И на ретрит, когда там на ретрит, это в первый день ретрита я вот эту тему рассказываю, я говорю, что ваша схема быть в дискомфорте не сработала. Поэтому вы здесь. И то же самое касается финансов и всего остального. Ваша вот эта, то есть не ваша, не ваша, то есть эта схема в этой матрице позитивно-негативная, что быть в комфорте, она не сработала. Вот. И поэтому вы здесь, потому что вы не можете в этом сегменте реализоваться полностью. Вот. Улавливаете сейчас? Наташ? Заходит? Понятно? То вы не... Что... И тут получается, тут появляется вот этот внутренний конфликт, который, он может быть не очевиден, но сейчас вы можете его увидеть. Конфликт в чем? Что я хочу быть в комфорте, вот, чтобы было все, как я представляю, только в радости, вот. Но я внутри чувствую глубокое чувство неудовлетворенности, потому что, потому что я не реализуюсь на полную в этих сферах жизни. Я не реализуюсь полностью в отношениях, финансовых, там, в других сферах своих. Конфликт заключается в том, что это реализоваться не может в этом сегменте комфорта, в этой зоне комфорта. Понятно? Заходит? Вот, соответственно, для того, чтобы реализоваться полностью, нам необходимо этот сегмент расширять, значит, расширять, пока он полностью не склопнется. То есть, что значит? Полностью у него идет позитивное-негативное отношение, вот, ну, а в частности негативное. То, что я в самом первом видео там, в этом, живые деньги для живой школы записывал, что необходимо полностью убрать негативные отношения. И для того, чтобы это сделать, сейчас, секунду, вот, для того, чтобы этот сегмент начать, границы этого сегмента убирать, расширять, есть вот такой, ну, это просто базовая наша настройка даже, я так скажу. принятие как есть. Соедините сейчас наблюдатель, еще не я. Только сделайте, не в представлениях, а прям, сделайте, соедините два этих аспекта. Я и наблюдатель одно. Здесь, сейчас, дыхание, этот момент. Прямо тренируйтесь вот с этого момента, кто в марафоне, прям, активно участвует, тренироваться, присутствует в настоящем. Как это делать? С помощью намерения. Первое, это намерение. Присутствует в настоящем, держите намерения. Вот, а дальше, по мере того, как программы будут уходить, вы просто естественным образом будете осознавать себя в этом моменте. Держим, я и наблюдатель одно, дыхание. Сейчас не заглядываю в кино. Скажите, есть что-то, что вы здесь не принимаете в действительности сейчас? Нет. Соответственно, из истинного я в действительности вы принимаете всё как есть. Так или нет? Дальше. Теперь, если у вас идёт какое-то непринятие чего-то, любой негативной реакции, соответственно, это ложное я. Это ложная программа. Признак. То есть, если у вас идёт реакция из негатива какая-либо, любая, это признак того, что сейчас сложное я. И необходимо не бороться с тем, куда идёт негативная реакция, а осознать эту реакцию свою негативную и её удалить из своей психики. Иначе это иллюзия. Понятно? Непонятно? Ещё раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!